Россияне – образованное и продвинутое общество. Россияне должны жить в комфортной стране, работающей на благо людей. Нам нужны честные суды, где каждый российский гражданин сможет найти защиту, отстоять свои права и рассчитывать на справедливость в ситуации, когда возникают какие-то вопросы к нему самому. Если в нашей стране в результате открытого, честного и состязательного судебного процесса пострадает невиновный, то это должно становиться новостью номер один, потому что произошел редчайший случай судебной ошибки. Он должен восприниматься как исключительный сбой системы, а не как просто суть самой системы. Суд – это независимо от всех, включая президента-регулятор, который поддерживает нормы цивилизованной жизни, а не палка в руках у полицейских исследователей, которая просто перепечатывает в решении их имейл. Наши правоохранительные органы должны быть именно правоохранительными органами, а не пародии на армию, существующей в парадигме «свои и чужие», где сострадание, человечность и доброта воспринимаются как профнепригодность. Полицейский не должен быть солдафоном, выращенным в закрытой казарме. Его работа помогает людям, а не искать и уничтожать врагов. Это должен быть подготовленный сотрудник, но при этом с психологией гражданского человека. И у самих полицейских, начиная прямо с первого курса, должны быть защищены все их права. Потому что силовики, приученные к бесправию – это катастрофа для общества. Сейчас в нашей стране бесправие одних порождает бесправие для других. От детского сада до государственных структур воспроизводятся одни и те же неправильные модели. Людей развращают, приучая к мысли, будто понятие прав человека – это всего лишь придурь замшелых либералов. А правозащитник – это синоним слова «предатель». Но это же просто нелепо. Это попытки выдать белое за черное, наоборот. Это как если бы вам продавали компас, который вместо севера указывает на юг, и уверенно заявляли бы, что так и должно быть. Пора возвращаться к нормальной системе ценностей. Тогда нашему государству не придется постоянно изобретать велосипед, чтобы догнать и перегнать пресловутый запад. Трава не растет от того, что ты ей приказал расти или потратил миллиарды на популяризацию газонов. Трава растет там, где есть подходящая почва и климат. Законность – это почва, гуманность и уважение к человеку – это климат. У нас нет недостатка в талантливых, изобретательных и неординарных людях. Надо дать им возможность работать на нашу экономику, а не искать лучших условий за границей. Самые деятельные люди по натуре свои независимы и нуждаются в свободе. Они бывают очень себе на уме. Их не заставишь брать под козырек и шагать строем. Зато именно они создают современный бизнес, дающий гражданам страны высокооплачиваемые рабочие места, а самой стране экономическую мощь. Поэтому нельзя ломать амбициозных людей через колено. Необходимо создавать для них условия. И тогда, работая на себя, они станут одновременно работать и на свое государство. И самое главное, в любой непонятной ситуации следует вкладываться в человеческий капитал. В стране экономический подъем – значит вкладываемся в образование и здравоохранение. В стране экономический кризис – значит вкладываемся в образование и здравоохранение. Самое главное богатство государства – это люди. Все, что мы видим вокруг себя, не считая природы, созданной людьми. Улица, по которой мы идем, дома на этой улице и проезжающий по ней транспорт. Мы едем по своим делам на троллейбусе, который создан людьми и которым управляет человек. Мы все люди и каждый день нуждаемся в людях. Мы нуждаемся в парикмахере, который нас красиво пострижет. И в инженере, который запустит в космос ракету с навигационным спутником, по которому мы будем ездить на автомобиле потом. А больше всего мы нуждаемся в людях, которые могут нас учить и лечить. Без них мы сами ничего не создадим. Первый в жизни человек, который берет нас на руки, это медицинский работник в роддоме. Первые годы своей жизни мы проводим с детсадовскими воспитателями и школьными учителями не меньше времени, чем со своими родителями. Поэтому именно они и самая главная элита в стране. От них зависит сам облик нашего государства. Всем этим людям должно быть хорошо жить в нашей стране. В этом должна быть наша цель. А не в соревновании с Америкой. И не в построении русского мира. Гуманизм вовсе не означает неготовность решительно ответить на вызовы времени. Когда пропаганда внушает нам, что либеральный гуманизм – это слабость, что правозащита – это предательство, а законность – это мешающее принятие решений и кричкотворство, то она вновь пытается продать нам сломанный компас. Россия, если бы она была по-настоящему привлекательной для жизни россиян, была бы априори привлекательной для остального мира. Такой России не пришлось бы кого-то завоевывать силой, потому что она самым естественным образом создала бы гравитацию, притягивающую другие страны и их граждан. В такую Россию захотелось бы приезжать. В нее захотелось бы вкладывать деньги. Где независимый суд и правоохранительные органы охраняют права, там не страшно инвестировать в долгую, с перспективой отбить вложения через 15-20 лет. Когда россияне начнут выбирать не между сыром и сырным продуктом, а между пармезаном и грагонзолой, тогда зарубежные государства будут бояться поругаться с Россией и потерять российский рынок. В международных отношениях силу любого государства определяет совокупность военно-экономического потенциала. Слабая экономика значит слабая страна, независимо от того, сколько у нее танков. Экономику создают люди. Чем более дорогой продукт способны создать люди, тем выше у них запрос на личную безопасность, комфорт и свободу. Если страна не удовлетворяет эти запросы, люди уезжают строить экономику для другой страны. Все просто.